Музыка Хорошая тенденция намечается в последние годы на крупных мотор-шоу. Каждая уважающая себя компания выставляет какой-нибудь исторический автомобиль. Видит таких машин чем-то неподдельным, тёплым, настоящим. И они привлекают дополнительное внимание к стендам. Но вместе с тем и заставляют задуматься о том, а куда мы идём, куда движемся. Вот Opel 1914 года, гоночный автомобиль. Объём двигателя 12 литров 300 кубических сантиметров. И вот из этих восьми цистерн, V-образной восьмёрки, снимали всего лишь 260 лошадиных сил. Этого было, правда, достаточно, чтобы разогнать машину весом 1200 килограммов до 228 километров в час. Но можно себе представить, какой ценой, какой средний расход топлива был. Местами он наверняка переваливал за 50 литров на 100 километров. Я думаю, эти цифры, такое неэффективное использование мощности двигателя, его объёма, привело бы в шок современных конструкторов. Сегодня не модно сжигать бензин, сегодня модно быть экологичным. И это одна из главных тенденций, это одно из главных направлений франкфуртского мотор-шоу 2007 года. Борьба за экономию топлива началась не сегодня и не вчера. Просто компании, которые начинали активно играть в эти игры лет 25-30 назад, они говорили больше не экологическими лозунгами, а экономическими. Ну, ездишь больше, тратишь меньше. Собственно, и вся математика. Выглядело это гораздо привлекательнее для обычного рядового покупателя, потребителя, чем некие высокие материи, вроде амазоновых дыр или глобального потепления. И вот в 1981 году компания Shell проводит беспрецедентное экологическое ралли. Идея очень простая. Нужно было проехать 42 километра с минимальной скоростью 50 километров в час и потратить, естественно, как можно меньше топлива. Один из дилеров компании Volkswagen подготовил вот этот автомобиль на базе первого гольфа, существующий в единственном экземпляре, и назвал его Формула Е. Ну, Э. Экономия. И, вы знаете, им удалось победить и даже попасть в книгу рекордов Гиннеса. Они проехали со средней скоростью чуть больше 50 километров в час, и средний расход топлива едва-едва перевалил за 2 литра солярки на 100 километров пути. По тем временам это были просто нереальные цифры. Правда, дело тут не только в дизеле, не только в настройке мотора, и не только в каких-то инновационных моторных технологиях. Ребята еще серьезно очень поработали с аэродинамикой, потому что вентиляционные щели все очень аккуратно заклеены пленочкой. Поставлен аэродинамичный бампер взамен штатного гольфовского, напоминающего больше пластмассовую палку. И даже колесные диски прикрыты специальными колпаками. Вот так минимальными средствами люди обретают вечную славу. Сегодня, чтобы повысить экономичность автомобиля, производителям уже недостаточно таких незатейливых решений. Ведь им приходится учитывать сразу несколько условий, которые диктует рынок. Мощность автомобилей постоянно возрастает, нефть дорожает, а экологические требования все больше ужесточаются. Поэтому тема альтернативных видов топлива в последние годы резко приобрела актуальность. Первое решение предложила компания Toyota, выпустив в 1997 году хэтчбэк Бриус с гибридной силовой установкой. И с тех пор гибридомания охватила мировых автогигантов. Всеобщему чистому и экономичному прорыву подвержен не только производитель семейных автомобилей. В продажу вот-вот поступит представительский Lexus LS600H. Его силовая установка мощностью 450 л.с. традиционно состоит из бензинового двигателя, работающего в паре с мощным электромотором. При этом аппетит автомобиля ограничивается 9 литрами на сотню. Не отстают от японцев и немецкие автопроизводители. Так, компания Porsche в 2009 году обещает выпустить на рынок гибридный Cayenne, который, по заверению компании, будет на порядок экономичнее и чище, чем обычный бензиновый внедорожник марки. Автомобиль сможет по отдельности работать на бензиновом двигателе или электромоторе. Последний обеспечит 120-километровый запас хода без подзарядки. А также с двумя двигателями сразу. Двумя годами раньше концерн BMW планирует представить свой первый серийный гибрид. Им станет кроссовер X6, который пока существует лишь в концептуальной версии – X6 Active Hybrid. Так же, как и модели конкурентов, на малых скоростях автомобиль будет использовать электромотор, которому по достижению определенной скорости или при резком ускорении присоединится бензиновый двигатель. Естественно, энергию электрическому мотору будет передавать аккумуляторная батарея, которая подзаряжается в процессе езды или при торможении. Баварцы заверяют, что топливо Active Hybrid потребляет на 20% меньше своего негибридного собрата. Наряду с бензино-электрическими гибридными установками появляются и автомобили с дизельными моторами под капотом, которым, как и в первом случае, ассистируют электродвигатели. Одной из последних новинок в этой области стал компактный хэтчбэк Opel Corsa Hybrid, созданный на платформе модели с двигателем 1.3 CDTI мощностью 75 лошадиных сил. На автомобиле установлена гибридная дизель-электрическая энергетическая установка General Motors последнего поколения, позволяющая модели Corsa Hybrid расходует всего 3,75 литров дизельного топлива на 100 километров. А в этом концепт-каре используется также литиево-ионная аккумуляторная батарея. Наряду с обычной схемой работы гибридной установки, когда электромотор лишь помогает двигателю, появляются автомобили, где вспомогательную функцию выполняет именно двигатель внутреннего сгорания. Привод концепта Opel Flex Stream может служить хорошей иллюстрацией к тому, как будут в среднесрочной перспективе выглядеть транспортные средства с низким уровнем вредных выбросов. В основе лежит концепция электромобиля E-Flex, созданная специалистами компании General Motors. Поэтому модель всегда использует только электрическую тягу. Источником электроэнергии служит литий-ионный аккумулятор, а дополнительно при необходимости энергия может поступать от дизельного двигателя. По схожей схеме работает и концептуальный Volvo Recharge. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем Flexi Fuel, который в качестве топлива может использовать биоэтанол, а также четырьмя встроенными в колеса электродвигателями. На скорости свыше 100 км в час он полностью функционирует как электромобиль, работающий от литий-полимерных батарей. Одной зарядки хватает на 100 км пути. Когда заряд падает до 30%, четырехцилиндровый двигатель Flexi Fuel начинает подзарядку. Параллельно гибридам ведутся активные разработки в области топливных элементов. И на франкфурском автосалоне таким автомобилям было уделено большое внимание. Так General Motors проводит активные испытания водородной модели Hydrogen-4. Место двигателя внутреннего сгорания и бензобака здесь занимает блок топливных элементов, углепластиковые баллоны для водорода, вмещающие 4 с небольшим килограммом водорода, никель-металлогидридные тяговые аккумуляторные батареи и 73-киловаттный электромотор. Схожая система применена и в модели Hyundai iBlue. На автомобиле установлены электромотор и батарея топливных элементов, где в качестве топлива используется сжатый водород. С такими силовыми агрегатами iBlue способен проехать более 600 километров без дозаправки, развивая максимальную скорость в 165 километров в час. У многих производителей уже имеются и серийные модели смешанного типа. Уже в ближайшее время компания Citroen начнет продажи хэтчбека C4 Bioflex в Европе. Новинка оснащена 113-сильным дизельным двигателем объемом 1,6 литра, модернизированным для использования биоэтанола. Это позволит снизить выбросы углекислого газа почти до 40%. Впрочем, никто не запрещает заправлять машину и обычным бензином. Mercedes, в свою очередь, продолжает активно продвигать на рынок технологию Blu-Tech, предназначенную для использования с дизельными двигателями. Экономичность последних обычно достигается за счет технологий, имеющих побочный эффект. Увеличивается количество вредных выбросов в атмосферу. В двигателях Blu-Tech помимо солярки используется синтезированная мочевина, которая, взаимодействуя с оксидами азота, превращает их в безобидный для окружающей среды азот и водяной пар. Глядя на все разнообразие современных технологий, можно подумать, что сам по себе двигатель внутреннего сгорания автопроизводители, если еще и не списали в утиль, то вот-вот готовы это сделать. Но, как показала выставка во Франкфурте, для двигателей внутреннего сгорания еще не все потеряно. Компания Mercedes представила здесь концептуальный седан F700, который по праву можно назвать одним из наиболее роскошных и технологичных транспортных средств в мире. О комплектации Mercedes-Benz F700 говорить просто не имеет смысла. Там есть абсолютно все, что может себе только представить современный человек. Концепт послужит прототипом для моделей компании в ближайшем будущем. Хотя некоторые наработки мы наверняка сможем увидеть уже очень скоро. Компания новинку позиционирует как будущий роскошный седан с исключительно низким расходом топлива и уровнем вредных выбросов. Так что главная изюминка автомобиля скрывается под капотом. Вот замечательный пример того, что двигатель внутреннего сгорания хоронить рано. Концептуальный Mercedes-Benz F700. Наверное, вот так же будет выглядеть когда-нибудь Mercedes-Benz S-класса. Однако нас интересует больше не дизайн, а то, что находится здесь под капотом. А под капотом здесь находится всего лишь четырехцилиндровый двигатель объемом 1800 кубических сантиметров, правда, турбированный. Представьте себе такой маленький мотор для седана представительского класса. Однако, выдает он мощность, равную V-образной трехлитровой шестерке. И при этом потребляет всего лишь пять литров бензина на сто километров. Как это все работает? Вопрос с создателем. Прежде всего, мне хотелось бы объяснить, почему мы решили создать такой автомобиль. Сегодня практически все ведущие автопроизводители активно занялись разработкой альтернативных видов топлива. Мы тоже не стали исключением. И, как вы знаете, добились больших успехов в сфере разработки автомобилей на топливных элементах. Это действительно важное достижение, даже если абстрагироваться от того факта, что речь о выводе таких моделей на рынок пока не идет. Думаю, это произойдет не раньше 2012-2015 годов. Конкуренция, как известно, всегда была хорошим стимулом для рождения новых идей. Создавая F700, нас больше всего интересовало, что еще можно сделать с обычным двигателем внутреннего сгорания. И как далеко мы можем продвинуться в его усовершенствовании. И наш концепт-кар показывает, насколько интенсивно мы работаем над этим. Для нас было важно получить ответ на вопрос, можно ли условно объединить бензиновый и дизельный двигатель в один агрегат. Иными словами, создать такой мотор, который стал бы экологичным и одновременно экономичным. И в этом бензиновом двигателе нам удалось реализовать процесс сгорания топлива, свойственный дизельным моторам. Впервые в истории автомобиля. Мы смогли совместить в этом агрегате непосредственный впрыск топлива, турбонаддув и изменяемую компрессию. Самая главная изюминка мотора F700 заключается в том, что воспламенение бензиново-воздушной смеси осуществляется не с помощью свечей зажигания, как это происходит в бензиновом моторе, а от сжатия. И мы убедились в том, что такая схема отлично работает. Вот, пожалуй, основной технологический момент. Таким образом, у нас появился шанс одновременно снизить потребление топлива и количество вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, эта инновационная технология позволила нам снизить не только рабочий объем мотора, но и габариты концепта в целом. Естественно, к выводу на рынок технология пока не готова. Это лишь первый шаг в том направлении. Сейчас мы проводим тесты таких моторов, но пройдет еще много времени, прежде чем они появятся на серийных автомобилях. А в том, что рано или поздно это произойдет, я практически не сомневаюсь. Ведь никто не хватается за интересную идею как таковую, если не предполагает ее последующей реализации на практике. А идея эта привлекательна не только своей экологической составляющей. Ведь создавая автомобиль, который соответствует экологическим стандартам на много лет вперед и отличается экономичным расходом топлива, производители несут большие расходы. Ведь разработка новых технологий – это совсем не дешевое занятие. И часть этих расходов производители вынуждены перекладывать на плечи покупателей их автомобилей. В нашем случае все не так. Автомобили с таким двигателем будут стоить столько же, сколько и обычные. Мы смогли найти нестандартное решение, что сэкономило много денег нам и покупателям наших автомобилей. Хотя сейчас я не готов назвать цену этого автомобиля. Нам предстоит провести еще много исследований и испытаний, прежде чем мы поставим все точки над «и». Но в одном я уверен точно. Выбрав нестандартное направление, мы попали прямо в точку. Потому что все стандартные пути очень дороги. И я считаю, что с этой технологией мы сможем появиться на рынке уже через пять лет. Продолжение следует...